Ты стримом ошибся, это не Деград Отряд. Чёрт, правда что? Блин, а чё я Сиджи запустил тогда? Наверное, потому что у тебя нет утраченного наследия. Да, где-то. Можно было бы отыграть печаль, если бы я был актёром. Но, к счастью, я не актёр, и какой печали я по этому поводу не испытываю. Мне понравилось, как ты сначала сказал, к сожалению. Ну да, вошёл в образ. Сейчас Мемис гуляет по контакту, девчонка пишет. Помню, я тоже как-то поправилась до 90 килограмм при росте в 170 для роли, а потом вспомнила, что я не актриса. Окей. Так, ну в общем, да, всё потекло. Всем добрый вечер. Перевед. Ты, короче, маякуй тогда, если у тебя донат появится на экране, чтобы я встречал его, потому что Donation Alert так и не работает нифига. Ну вот если он у тебя нифига не работает, не факт, что он долетит до стрима. А, вот он. А, всё, заработал, отлично. Он ждал как раз, пока мы стрим начнём, видимо. Там ребята с Donation Alert сотрудники такие, давай быстрее заканчивай техработы. Доступ гейме начинается стрим через минуту. Надо смотреть. В общем, да, всем здрасте. Мы только на Твиче и отныне будем только на Твиче, так что подписывайтесь. Я, правда, по-моему, убрал зомбика. Вот сейчас я его вернул. Только надо куда-нибудь в угол, а то он будет мешать мне в центре экрана. Сегодня вторник, 22 августа, 8 часов по Москве. И вышло дополнение сюжетное Uncharted, утраченное, потраченное наследство. Да, так и есть, я подтверждаю. По этому поводу мы здесь сегодня все и собрались. И давайте, в принципе, начинать. Буду играть сначала. Оставить сокровища. Да, в игре у меня уже платина, поэтому я уже в ней всё сделал. Уровень сложности поставлю обычный. Захват ничего мне не надо. Пускай всё выключено будет. И слушаю внимательно ваши вопросики. Обзор я сдал, он уже лежит на сайте. Кто смотрел, тот бомбит. Ну, сейчас мы это и обсудим с чатиком. У кого там бомбит? Я вообще не понимаю прикола Uncharted без Нейтана Дрейка. Это всё равно, что The Last of Us без Джоэла Элли. Я не хочу в это играть вообще. Я отказываюсь, я бойкотирую. Так категорично? Не, ну вот мне кажется, что это дополнение, оно должно было показать, что возможен Uncharted без Нейтана Дрейка. Но как-то не уверенно. И не потому, что он невозможен, а потому, что показали не уверенно. Потому что я, безусловно, верю, что можно. Ну смотри, тебе, во-первых, насколько я помню, всегда и Хлоя нравилась больше, чем Елена. Да. А мне, например, вообще не нравится. А на сколько раз пыталась вздреснуть тогда? Ты вообще включил? Да, включил. А на сколько раз пыталась вздреснуть и убежать, и уйти от ответственности, оборвать операцию посредине, потому что зассала. Чё это такое? Чё это за дела? То ли дело, Ленка. То ли дело. Так, а у меня почему-то игра запустилась на английском, она не запомнила, что я поставил русский. Хмм. Ха-ха-ха-ха. Мне кажется, это знак. Мне кажется, это было искренне удивлено Оскару этому молодому человеку. Марк Волбергу не светит Оскар, вот как ни крути. Я спойлер еще покатят к прошлым играм. А скажи, ты в какой-то степени собираешься спойлерить сегодня сюжетец? Блин, было бы что спойлерить. А, да? Даже так? Вот поэтому и горит. Кто-то спрашивал в чате, почему у народа горит. Вот поэтому и горит. Солод поставил, потому что ноунеймов снотидок на место. Сказал, где мы Дракман состроили, бляд? На самом деле, да, так и было. Не, я понимал, что они-то не пойдут, потому что... Они закончили Uncharted, потому что задолбало. Вот, прилетел донат. Ну, не знаю, у нее там вообще Прингл заряжен солененький, так что она солененькая. Это мое альтер-эго. Как Кен Канев во именема. Ну, спасибо за донат. Да, безусловно. Я вижу один комментарий с лагами, у меня все тип-топ. У меня тоже. Попробуй, у кого лаги, обновите или поставьте качество пониже. Может, у вас интернет не справляется. Озвучку завезли, и я ее включал, но почему-то она не сохранилась. Но, в целом, я играл очень недолго на русском, потому что, ну, здесь очень колоритные персонажи в плане акцентов, и слушать абсолютно одинаковую везде русскую речь, это немножко не атмосферно. Короче, когда две москвички ищут утраченные сокровища, это не очень интересно. В Индии, да. Да. При этом одна черная, а другая индусская, это как-то, ну, странно. Ну, это тоже не такая уж и черная. Такая, слайд ли мулатка. Ты про Надин-то? Ну. Да ну нафиг. Ну, я чуть никогда, например, не казалось, что она черная. У тебя яркость в мониторе, может, там, в мониторе, может, беда. Так. Хлоя снова дерево в дубляже, но я пытался задать этот вопрос Максу, но он сказал, я играл мало, ничего не знаю. Ну, это как бы, я думаю, это твоя задача, если уж ты возьмешь вдруг. Да, не вряд ли. А играющая, сколько она по продолжительности, напомню? А, я на максимальном уровне сложности прошел за 9 часов. Ох, ну, нифига себе, это по длине как, ну, ладно. Не, ну, она нормальная по контенту, то есть, ничего, не прикопать. Вообще, как бы, именно к самой вот игре, как игре, не прикопаться. Она хороша, это Uncharted от Naughty Dog. Но вот сюжет и как-то, я не знаю, передача эстафетной палочки от Нейтана Дрейка, она хреново осуществлена, на мой взгляд. Ну, я все, в принципе, высказал в обзоре. 6 часов, вон, Cheezer Boy пишет. Ну, если не на высочайшем уровне сложно... Ну, плюс, я еще, разумеется, искал все сокровища. Так что, я поэтому и сказал, что вот контент, контент. Именно если ты будешь за ним гнаться. А если так, то, конечно, есть тут кассцены пропускать, то вообще можно за 3 часа пробежать. Ну, вон, смотри, Баммер 23 уже волну хейта выкатил, сейчас я тебя ей обдам. Странные претензии у Солода. По-моему, ничего это DLC особенного показать не должно было. Просто Доги решили дать отдельной команде проявить себя. В результате мы получили DLC, которое переросло в отдельную игру, которое, учитывая всего лишь год разработки, конечное техническое качество проекта вышло просто отличным. Про историю было все понятно изначально. Ну... Сука, у меня проскакивает скат. Ну, не работал над ним Драгман, что ждать-то? Ну, а... Нифига себе! Меня! Это смотрите! Погодите, меня, как вот... Игрока, как... Конечного вообще пользователя, вот как должно это волновать? Что у них там в студии происходит? Согласен, абсолютно. Абсолютно. Я? Возьмите... Ну, давай. Возьмите Mass Effect. Над ним работали боевые, но вот не те сотрудники боевые, которые первые три части сделали, а вот другая команда. И чё? Кому от этого игра больше понравилась? Разве она перестала хламом быть после того, как вы узнали, что, оказывается, не те... Не то подразделение боевые ее делало? На качество игры это никак не влияет. Вот так вот. Здесь вот проблема в том, что, ну, видать, именно технические ребята работали те же, и поэтому игра в этом плане превосходная. Это всё тот же четвёртый Uncharted. А сюжетно, и в целом, ну, на какие-то фишки игра прям, ну, вот она потраченная на следе. Она вообще безликая. В ней абсолютно в любой момент, ну, ты уже что-то подобное видел. Кроме, может, вот начала, потому что... хотя, блин, не знаю, второй Uncharted то же самое. Не, на самом деле, Uncharted все они по одному шаблону всегда развивались. Все, все четыре части. Они, конечно, более того, какие-нибудь широкие аспекты захватывали, но в целом, развитие события, это всегда примерно одинаковое. Но я не понял вот этого тезиса чувак написал BAMER23, который про историю было все понятно изначально. С какой стати все было понятно изначально, если про историю никто ничего не знал? Знали только то, что Дракман над ней не работает. Но как бы для меня, например, Uncharted это всегда была история. Ну, не история, а сюжет. Совсем, что включает в себя сюжет, диалоги и вот это все. Я как бы хотел бы в четвертой Uncharted получить DLC того же уровня, что сама четвертая Uncharted. Поэтому мне, например, нифига не было понятно изначально. Ну и плюс, я не просто так рассказал про всю эту внутреннюю там междоусобицу, про то, что хотели продолжение делать, полноценную номерную пятую часть или там перезапуск, хрен его знает. Но как бы если вы Нейтана Дрейка меняете, то вы должны заинтересовать, я считаю, прям конкретно. То есть, поэтому спрос ну или как претензии к этому DLC они намного серьезнее, чем к другому. И плюс это Naughty Dog, ну блин, я привык, что они делают всегда круто, всегда великолепно, круче, чем круто. А здесь, ну вот, не срослось. Похвально, а здесь похвально. Ты ж похвально поставил не проходяк, насколько я помню. Не, не, похвально, да. Проходняк именно от Naughty Dog, именно для студии. Это, ну как-то чуть-чуть стыдно, что ли. Есть хоть какие-то отсылки или связи с четвертой частью? Ну, разумеется, некоторые вещи есть. Там с Надин они обсуждают Дрейка. В целом, здесь есть забавные там вещи. Я, кстати, не помню, по-моему, если ты выполняешь это необязательный квест, который есть на самой большой локации, тогда они там как раз про Дрейка рассказывают, ну, в смысле, разговаривают, общаются. И там Надин спрашивает, слушай, а у вас с Дрейком типа, ну, только деловые отношения? И Хлоя такая, ну, в основном деловые. И, как бы, ну, там такая реально забавная сцена. Поэтому, это же можно назвать отсылкой? Можно. Плюс, ну, здесь есть, ладно, я не буду как бы спойлерить, я до этого все равно не дойду. Так что, ну, когда будете играть, а вы, скорее всего, будете играть. Тут суть в чем, если вам нравится Uncharted, то покупайте. Вы, в целом, вы не разочаруетесь. Потому что, это хорошо. Просто, можно было лучше. Или даже, как бы, ну, не знаю, многим хотелось, чтобы было лучше. И, чтобы заявка была более серьезная и на продолжение, или перезапуск. сколько стоит игра? Скажи. Не знаешь. Не знаешь. Я сейчас зайду на PSN. Но у меня там фунты, поэтому я вообще не могу ничего сказать. PlayStation Store, вот как он называется. Что-то в чате пишут про 4000, я такой, че? Не-не-не-не-не, она дешевле. Настолько? Так, осталось найти ее. 2 300, 2 500 пишут. Во, утраченное наследие. 2 500, ну да, 2 500, это нормально. Не, за 2 500 это хорошая сделка, как бы, не вопрос. В целом, я говорю, если бы это было не Naughty Dog, это было бы изумительно. Просто ожидания от студии другие. Ну, сами они задали такую планку, как бы, надо на нее равняться, нельзя ее понижать. Ну, смотри, как раз вопрос задают, а Анч на PS Vita была хорошей игрой, что ли? Я не играл. Я бы ему и не Naughty Dog делали. Не, не Naughty Dog делали. И я не... Вот в этом и прикол. Так. Кинцо за 2 500 вернулось. Е-е-е. Блин, если бы, если бы это было хорошее кинцо, я бы его даже купил. Так, ничуть неохот. Тут, тут все-таки хороший панчартедовский геймплей. А я хочу кинцо. А че-то они как-то не очень реагируют на несущуюся, как ветер хлою. Или типа ты в приседе бежишь, поэтому очень-очень вышла. Она изящная девушка, тихая. Ага, окей. Я повторяю в третий раз. Где кооп? Какой кооп ванчарт? Ты че? Ну, иди в выживание. В режим новый мультиплеерный. Там вы, да, вместе с друзьями против ботов. Вот тебе и кооп. Тя, кстати, я сейчас думаю, а ну, хотя она, что все равно не все время сна один гоняет. Не, не все время. Да и нафиг к опенчартеду. Нафиг. Спецанью грасти, серьезное кинцо. Это все равно, что прийти, прийти с друзьями в кинотеатр и решили стримить фильмом. Спасибо, рыжий. Удачного стрима нам желаю. не бой. Спасибо. Платина есть, и у меня она уже есть. Она простая. Анджи, для Вики делали те же люди, что сейчас пилят Days Gone. Да, по-моему, да. Че? Вау, я думал стелс в PD2 слепой XP. PD2 это Payday 2? Слепой XP, XP это смайлик? Роман, расшифруй свои ребусы. Я слишком стар для всего этого дерьма. Солод, дерешься как баба. Да, мне, кстати, понравилось. Я видел в комментариях кто-то там ненормально написал МЛА, феминизм, не верю и все такое, но вот, кстати, нет, мне кажется, здесь они очень изящно со всем этим подошли вообще к этой теме. Нет никакого ощущения, что вот бабы рулят и вообще все такое скатилось в толерасти и феминизм. Женщины местами страдают из-за того, что они женщины. Иногда жалуются на то, что им вода в ух попала. И какие-то такие вещи, то есть они там друг другу такие, типа, слушай, блин, а вот давай на чистоту, ну прикольно же, наверное, вот время от времени поработать с женщиной. И там Надин, по-моему, говорит, ну да, нас типа во всех этих делах мало. так что, мне кажется, довольно изящно подошли вот к этому моменту. Морс Вайт поражается. Почему журналистка умеет так хорошо драться, но я поясню, что Хлоя не журналист. Хлоя это как раз как Нейтан, аферистка. Журналисткой была Елена. Ленка! Ленка лучшая. И что я хотел сказать? Бытует реально мнение, я склонен ему доверять, что даже самая тренированная женщина, даже какая-то Джина Карана, она вот, знаешь, со средней сноровки мужиком, она все равно не справится. Нет, справится. Чисто физиология. Слушай, у меня... Техника, техника может исправиться, но сила удара, мне кажется... Слушай, нет. Как бы, у меня одноклассница чемпионка мира по карате. Ну, то есть, бывшая одноклассница, разумеется. И у нее как-то велик попытались два пацана отнять. И вот как бы, блин. Жалко пацанов, Так что... Нет, женщины могут. Да блин. Баммер не унимается. Сюжет в том же Анчи втором тоже был прост и клиширован. Весь сок у Ноти Догов это живые персонажи, шутки и химия между героями. Тут, насколько я понял, это в какой-то мере тоже имеется. Чувак, ключевое слово в твоей спичи это в какой-то мере. Спицами у нас имеется везде вообще. Даже в той Индии игре, где нужно отсасывать мужикам в туалете в каком-то, при этом не попадаясь попом. Не помню, как она называется. Друг играл, Нет, я просто в инфакт хотел новость про это вставить, потому что было на сайте новости, но передумал. То есть там тоже в каком-то смысле есть раскрытие персонажей. Константин Тростенек скинул нам 100 рублей, Денис, когда подкаст записывать то будем, Лютя, ну, я сразу распознал фейка, потому что подкаст мы с Костей записали еще два дня назад, он просто что-то все ленится его сводить. А химия, ну да, есть, просто недостаточно уделено всему этому вниманию, мне кажется. И, блин, злодей, ну, со злодеями у Naughty Dog, мне кажется, всегда проблемы. Ну, в Uncharted, во самом случае, в The Last of Us нормальный там Дэвид был, людоед такой. А, вот и спойлеры. В смысле, в The Last of Us людоед? Да. Это спойлер? Ну ладно, нет. Я... Чё прикопался-то? Да я не знаю, какая-то такая странная претензия, спойлер, блин, то, что там людоед есть. Да, ладно, это вообще игра-то 13-го года. На дворе 17-е, это я так, чтобы план выполнить. Но в целом, я согласен, но я не знаю, меня никогда, например, не отталкивают Uncharted тем, что в ней злодеи плохо прописаны, потому что, господи, Натан Драке, вашу мать. Зачем вообще в этой игре кто-то еще нужен, если есть Натан Драке и Еленка? Все, можно просто проник двоих делать игру. Яб 9 часов играл в 4 Uncharted, если по-непросто весь геймплей был вот у них дома, когда в самом начале они сидели в приставку играли. Настолько охерительно, что я реально, я бы не обломался 9 часов в квартире посидеть да пообщаться. Да, ну просто в жизни-то ты с женщиной не можешь 9 часов посидеть в квартире пообщаться. Потому что, блин, вот это Дракманы строили. Поэтому третья часть мне, например, не очень нравится, потому что там, ну, один сплошной филер какой-то неинтересный. Ну да, третью делала Эмми Хеник, которую поперли. Судя по всему. Но она же, в принципе, делала и первую, по-моему, но первая угарная. Она и первую, она и вторую, в принципе, делала. Она во второй, по-моему, сценарий все-таки подписывала. Но там Дракман вроде был ведущий. Не, не Дракман. Не, ведущий была она разработки всех трех частей, по-моему. Ну, я сейчас уже точно не помню, но до эфира я, ой, до эфира, до обзора я там начитался всего, чтобы не накосячить по фактике. Следите ли за новостями экранизации Uncharted? Ну, я ввиду своей деятельности слежу, и ты в курсе, что там происходит с Олот? Ну, я в курсе, что Холанду утвердили. Да, и сейчас пока что... Пока что все тот же режиссер как-то в его звать, Карнахан какой-то, и вот этот вот, ой, сценарист Карнахан, и режиссер. Карнахан, да. Да, и режиссер Ночи в музее, по-моему. Да. Ну, они пока что хвалятся, что все хорошо, ребята. Мы не в производственную маду уже, мы из него пытаемся вылезти по-тихому, и как бы все, все идет. Карнахан пишет еще один охерительный сценарий, но это, я уверен, что получится говнина ссаная. Потому что, но это мне очень напоминает то, что происходит с темной башней, вот они еще пять лет помучаются, перепишет Карнахан еще десять раз этот сценарий, и в итоге снимут какую-нибудь херню на полтора часа. Собственно, для анчарда полтора часа это нормально, мне кажется. Это я так уже. Ну да, я думаю, норм. Ну плюс, они решили молодость типа заснять становление. Поэтому мне тоже не нравится. Ну, глядишь, смотри, к тому времени, как Карнахан перепишет десятый сценарий, Холланд уже вырастет до взрослого Дрейка. Возможно. Ну просто вон, они сначала затянули Нейтан Филлиан, постарел, потом все Марка Уолберга хотели взять, да он тоже уже постарел. Теперь вот Холланд вроде молоденький, но тоже ведь постареет. Ну главное дописать сценарий из The Last of Us, пока совсем уж старым не стал Хью Джекман. Потому что ну после, действительно, после Логана Хью Джекман это единственный, кто может сыграть Джоэла. Все, вариантов больше нет. Денис, нравится озвучка Хлои? А, 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 а. На английском вполне нравится, нормально. На русском, не знаю, не играл. Опять у Макса все постарели. Ха-ха-ха. Афиф? Ты работаешь на Афиф? Пусть тогда ребенка берут, как раз вырастет. Ну да, так и надо, по идее, делать. Но это, видишь, чревато. Мы взяли Рэдклифа, например, на первого Гарри Поттера. Когда там все были малые, когда никто толком играть не умел. А к седьмому фильму, как бы, все уже научились нормально играть, кроме сраного Рэдклифа. Да, мне, кстати, кажется, Рэдклиф в детстве лучше играл. Потому что в детстве требований не было к нему особых. То есть ты смотришь на вот этих реально шкалатронов 13-11-летних в первом Гарри Поттере, ну и ладно, и нормально, чего ждать от малолеток. А потом, когда уже, господи, там Эмма Уотсон херачит на Оскар в этих Гарри Поттерах, а Рэдклиф, сука, мимику своего лица контролировать не может, его постоянно дергает, как будто он под кайфом. Вот кто мог знать, что так будет через 7 лет? Взяли малого, протащили малого по всей франшизе и вот результат. Макарошки, он интересно над тобой издевается или ему действительно так кажется? Че там пишет Макарошки? Мне кажется, что в русской версии двух этих бабень озвучивает одна и та же женщина. Ну, конечно, она давно стебется. Как иначе? Будь здоров. Да, правду говоришь. Сначала обзор, потом стрим, интересно, но... Ну, так получилось. В целом, быстро прошел. Всего-то 10 часов проходится игра. 30 минут на сценарий, 20 минут на монтаж. Если бы мы знали, ну, вообще, все заранее, можно было, по идее, уже вчера стримить и надо было, наверное, уже вчера стримить. А день релиза-то сегодня, да? Да, слушай, он везде разный. Вроде бы, потому что уже сейчас кто-то играет, а кто-то ждет до завтра. У кого-то, типа, только 23-го. Мне потому что уже писали, какого хера ты играешь, релиз же 23-го. Денис, Хлоя или Ленка больше нравится? Мне Ленка определенно. Особо со мной не согласится. Не, я... Я вас прекрасно понимаю. Как бы это, ну, не претензия, но мне больше нравится Хлоя. Потому что, блин, ну вот это было понятно, что Хлоя... Ой, Хлоя... Ленка утащит Нейта к такому, к умиротворению. А хотелось же экшена. Вот Хлоя, она как раз за экшеном. А, ну то есть это твои просто корыстные цели. Да не корыстные, а просто какие-то... Эхористичные, я бы сказал. Ну, может так, хорошо. То есть ты хотел, чтобы Нейтан страдал? Да чё страдал? А я хотел, чтобы он жил долго и счастливо. На берегу. Окей. Море. Максу нравится брюнетка. И вот, безусловно. Ну, кстати, с внешностью они тут тоже так странно довольно сделали. В этом есть некая, я не знаю, толерантность, потому что Хлою сделали более... Более обычной женщиной. Не вот, то есть не стали из неё прям сексапильную делать, как она раньше была. У неё тут и нос такой, как у Оксимирона. Всё-таки ноти-док же против объективации. Ну да. И это вот немножко чувствуется. Ай-ей-ей. Куда бежать? Куда бежать? А я запутался. Слишком яркие пули. Ну вот, поэтому и похвально они изюмка. Мэн-эс-гэ пишет. Хлоя мне не нравится из-за русского дубляжи. Ибо так херово отыграть такого персонажа. Нужно постараться. А скажите мне чате, кто поиграл? Всё так же Соловьёва её озвучивает что во втором анчартере. А это на русском языке? Это плохо, потому что она во втором анчартере это была худшая роль в дубле, по-моему. Сакси Мирона срисовали Хлоя. Смотри, там тратушка есть на шее. Может она из Питера, реально, поэтому как бы в ближайне это к центру. Да, пишут даже. Окей. Спец аньюгра стопки. Ааа, нифига, слишком большой донат, поэтому картинка просто такой мисси-писик не в лес. Нолан Нортон. Неприкольное масштабирование. 100 рублей, Сефирот, 29,95. А почему третий анч считается плохим? Буквально на неделе прошёл первые три части, и вторая, и третья понравились, плюс третья масштабнее, разнообразнее по локациям и ситуациям. А сюжет везде там простенький, чисто повод для смены локаций. Ну, во-первых, третий анч не считается плохим, это лично моё мнение. И его далеко не каждый разделяет. Ну, а во-вторых, ну просто вторую часть и третью, ну я, ладно, я сравниваю вторую и третью, я понимаю, что третья, она как бы на фоне второй макер вообще не нужна. Если бы вторая вышла после третьей, то это была бы эволюция. Это как с Дэвидом Кейджем, видите, был Фаренгейт, был Хэви Рейн, а потом и Beyond Two Souls. Вот по меня немножко порядок было бы идеально, а так, ну нет, спасибо. Четвёртый, вот четвёртый снова планку поднял и четвёртый охеренный. Ну, хотя я сам до сих пор не могу определиться, что мне больше нравится, второй Анчи или четвёртый, потому что, ну, второй до сих пор с ним может посоперничать. Может, но я склоняюсь к тому мнению, что Анчи, ему идёт крутая технология, то есть масштаб там и всё такое. И в четвёртом, разумеется, благодаря мощам PS4 это можно было сделать круче, поэтому она какая-то такая прикольная. Вот, но в целом третья в оценке-то у неё высокий, она народу нравится. Да, и мне в целом нравится. Это я просто говорю, что она мне не нравится, это не такое распространённое мнение, как вы могли подумать. Не, ну, есть вообще такое мнение, есть, что там, типа, вторая крутая, а потом это Эми Кейник, третья говно, а четвёртая опять клёвая. И я вот не знаю, насколько это... Некоторые нутром чуют, что третью делали другие люди. Я особо не почуял. Но я уже плохо помню, давно это было. Вопрос тебе. Как считаешь, Макс, насколько теперь высока вероятность продолжения Анча от Догов после того, как профильтруют все возможные отзывы о наследии и рискнут или же что-то иное будем подождать? Да, как бы вероятность продолжения она стопроцентная, потому что каждая следующая часть продавалась лучше предыдущей, а нафига останавливаться, когда продажи не падают? Чисто с коммерческой точки зрения. Просто видите, есть вот такие более идейные чуваки, типа Дракмана, которые такой, ну всё, меня достало, давайте завяжем с Нейтаном. И выпускает последнюю часть, а когда говорят, что будут делать дополнение, он такой, ребят, я не хочу, я пошёл The Last of Us 2 пилить, потому что мне это интереснее. Я вырос из этого, ну вот такой, попсового приключения, я хочу что-то более серьёзное. А продолжение будет по-любому. Ну или перезапуск, чё бы ни было. Потому что это я вот сейчас поставил похвально, народ бомбанул, но не все же разделяют это мнение и оценки высокие у нас леди. так что никаких проблем, он продастся отлично. Да. Чё-то у Хлоя здесь руки толстые, но я вот и говорю, она в целом такая более не секси, а более приземлённая, более настоящая. Но мне при этом всё равно люд нравится, несмотря на нос секси Мирона. Ну они не толстые, они просто, блядь, не модельные, а спортивные. Да не, мне кажется, она чуть-чуть такая, у неё, у неё жопа больше, чем он один. И больше, не в смысле, вот она крутая, упругая, а такая чуть более, чуть, ну вот как будто пончики любят. Ники Минажная. Ну не, ну чуть-чуть более Ники Минажная. Окей. Она не настоящая, она мужиковатая баба с квадратной челюстью, а таких полно, что в этом не настоящего. Это вот видишь, это баммер, потому что тебя накормил Голливуд своими стандартами, вот поэтому ты так говоришь, что она не настоящая. Таких полно. Сладкий, подтверди, подтвердить что? Просто подтверди. Я не могу найти, что я должен подтвердить. Кто не любит пончики, сладкий, подтверди. Кто не любит пончики? Я не люблю пончики. Я вообще наверняка в жизни не ел пончики. Значит, ты любишь пончики, ты их просто не пробовал. Ну да, это как с анекдотом про пианино, не знаю, не пробовал. Два вопроса. Первое. Играет ли в главном меню та самая музыка или тема Нейта ушла вместе с Нейтом? И второй вопрос. Умеет ли Хлоя так же, как Нейт, кричать «О, ноу, ноу, ноу!» падает со скалы. Нет, падает со скалы, она, по-моему, ничего такого не кричит и музыки нет, разумеется. Это... Там теперь более такие восточные мотивы в главном меню. Тема Нейта в четвертой части была переделана в очередной раз. Будьте здоров. Да, чё-то меня прям... Кокс. Европейцы. Да. Господи, какой графон красивый без сарказма. Ну так графон четвертого Анча. Четвертый Анч это восхитительный графон. Да, к картинке вообще не докопаться. И к дизайну уровней тоже. Но опять же, дизайн уровней скорее всего делали те же люди, что делали четвертый Анч. Если они там обрали каких-то новых чуваков, то просто такие серии «Ребят, вот оно работает, оно работает так, учитесь, чтобы в The Last of Us 2 сделать хорошо». И, судя по всему, The Last of Us 2 будет тоже намного шире и, ну, по открытости локации. Да, наверняка технологию. Ну, а вы выпустили же техно-демку в Чарте 4, которая. Теперь можно наращивать ее контентом. Солод, поздравь Файрада с первой платиной. Поздравляю. А у меня 57-ая. Сейчас Файрад себя почувствовал таким маленьким никчемным человечком. Слушай, я зашел в топ, увидел у чуваков там по 1300 платин и подумал, что я не просто маленький, я вообще никакой. 1300, ты блин, сука, как это вообще, да столько игр нет. Это тупая, Ах, тут ешь, взял трос. Еще стримы Gamescom будут? Ты сова, помнишь, того нет у нас по графику. Нет больше. Ну, все-таки. На нет и суда нет. Кстати, есть забавная ачивка, тебе надо там до пятой главы пройти, вообще никого не убивая пистолетом, оружием, то есть только рукопашная. И вот этот забав. с лапоком это проходится легко, по-моему, абсолютно. Нет, конечно, легко, но просто, блин, это как-то странно. Причем, я понимаю, если бы до туда можно было бы дойти целиком стелсом, это было бы, ну, еще как-то более понятно, а то нет, там есть такие схватки, которые просто типа, ааа, они идут и все, и давай. Неавказ пишет, а у меня 0, у меня тоже 0 платин. Ох, кракозябра по моей теме, Денис, поздравь меня с первой платиной в родной сиджульке, пожалуйста. Вот с этим поздравляю, молодца. Блин, это сложно. И в этом сезоне тогда платина, блин, и не дошел. А, там эта платина. Ну, в смысле, рейтинговая. Да, я понял. Ну, там и этот, обычная тоже платины есть, на плойке. Есть ли у тебя спрашивают платинов за ласт оф ас? Нет, там мультиплеер нужен. Я, правда, установил ее тут, где-то, не знаю, месяц, может, назад. Поиграл пару партиек, но что-то, там слишком много, конечно, надо мультиплеер играть. Но, кстати, что прикольно, мультиплеер там до сих пор жив. Ну, это за ласт оф ас все-таки. Я, конечно, не понимаю, зачем вообще в таких играх. Кто вообще в таких играх? Ну, скажем, ты хочешь поиграть в мультиплеере? Ну, это я со своей колокольни служу, это как у меня с батлой, например. Я запускаю батлу, и я могу либо пойти играть в мультиплеер, либо могу начать проходить одиночную кампанию. Естественно, я ни в четвертой батле, ни в Battlefield 1 к одиночке вообще не притронулся ни разу. Потому что, ну, вот альтернатива, она очевидна. Выбор очевиден. И также здесь, как бы, есть куча игр, специально заточенных под мультиплеер. Зачем идти играть в мультиплеер The Last of Us? Или Ванчард? Ну, это вот тебе Антониадос из Ninja Theory ответил. Потому что, типа, каждая игра должна включать в себя все, чтобы охватить как можно больше народу. Это понятно с точки зрения разработчиков, я не понимаю это с точки зрения игроков. Есть же люди, которые наверняка там взяла The Last of Us или Ванчард сотни часов содрачивают в мультиплеере. Что, а они лучше мультиплееров не видели, что ли, никогда? Или это какая-то вот искренняя просто любовь со стопроцентной верностью одной франшизе? Что-то я обнаглел немножко, еще меня грохнул. Игроки просто любят навернуть говно. Ну да, жизнеспособная теория. Да и в четвертой и в первой батле сюжет говно. Но это мультиплеерные игры, поэтому, ну, я с тем прицелом и играю в мультиплеер. Ну, потому что, зачем? Зачем мучить себя, проходя сюжет в многопользовательской игре? Просто людям нравится механика игры, а в мультиплеере она все-таки похожа на то, что мы играем в сингле. Ну, да, верно, конечно. Или они просто хотят выбить платину и терпят это, но если он 100 часов в мультиплеере не выбил, то геймпад явно не для него. Стрельба в серии Uncharted меняется или с первой части тянется? Да, нет. Стрельба эволюционировала на протяжении всех номерных частей. Ну, да, в первую часть надо было гранаты гироскопом кидать. Хе-хе-хе-хе. А во второй... Не, в треть... Не помню, в какой-то там части гранаты можно было откидывать. В третьей, по-моему. А в четвертой нельзя. Пушки новые есть. Честно, я просто не настолько много играл в мультиплеер, чтобы там запомнить, какие пушки есть, но... Некоторые пушки точно из мультиплеера добавили. И вот сейчас я приехал в четвертую главу. Это самая большая карта вообще во всем Uncharted'е за всю историю. И она реально как бы... солидная. Просторненько. Я сейчас поеду вот на ту башню. Она необязательная, но я съезжу на нее просто, чтобы показать насколько большая карта. Там можно залезть наверх, и обзор будет хороший. Не, тут так клево. Мне понравилось что там был в Мадагаскар. Четвертый манч, он офигенно сделан. Дизайнеры просто красавцы. Ну вот здесь то же самое. В плане... Ну, все хорошо. Большая, классная, задизайненная локация. Лебедку купил? Купила она? Девочки сразу взяли с лебедкой, они прошарены. Они играли в четвертый Uncharted. Ну, может, Хлои Нейт рассказывал. Что-то еще по поводу локаций хотел сказать, но забыл. Ну и хрен с ним. МНСГ. Кстати, многие ругают Анчи за стрельбу и бесконечные скалолазные этапы. Разделяете ли вы в какой-то мере эту претензию? В какой-то мере я разделяю, потому что сраный геймпад, ненавижу геймпад, и мне на высоком уровне сложности перестрелки для меня это боль. А играть на легком мне религия не позволяет в шутеры. Ну, а скалолазание оно такое, господи, простенькое, аркадное, Ну, как бы, если бы не сюжеты, то я бы Uncharted не осилил, это было бы не мое. Но поскольку сюжеты охрененные, то я готов терпеть всю вот эту херню со стрельбой с геймпада ради прогресса игрового. А мне нравится. Да, разделяю. А, да, по поводу локации, она реально как бы такая большая, что поначалу можешь даже немножко потеряться. Плюс здесь есть необязательный квест 11 сокровищ, которые тебе откроют путь к одной полезной безделушке. Если заморочишься. И вот на этой локации я завис часа на три, наверное. Это какой-то хаб получается сюда, потом по сюжету можно возвращаться или нет? Или ты в нее попал и вот эти вот все квесты делаешь, да, раз? Не, за раз. Больше этот квест не получишь. Ты вернешься потом на эту карту на небольшой кусочек, но здесь это вот он один уровень. так, сейчас залезу на самый верх и устрою йогу. Звучит интересно. Ну за это ачивку дают. Если разрабы решат продолжать серию, то кто будет гг? Как думаете? Я бы на самом деле, если уж, если уж без Нейтана, я бы зайти не севех хотел. Я случайно гуфнулся. Забавно. На веревке нет? Нет, так в том и суть. На веревке тебе гуфнулся, сказали, а то ты просрешь традицию. Кейсик, кейсик левый. Я в кейсе вижу отражение Нейтана, поэтому мне кажется, она будет офигенной. А Кейсик, Касси, по-моему она. Может быть, я не помню. Кейсик. Давно это было. А Кейсик, а Кейсик Кейдж. Точно. Который из замка. Это другое наследие. Да и там она, по-моему, Касси. Ну ладно, не суть важна. Ну короче, да. ну тут это вообще Лара Крофт у них родилась, я считаю. Только выпуклость у нее не с той стороны тела. Да, она маленькая. Кто? Касси. А, я думал ты про эту говоришь, про Хлою. Сейчас мне надо будет здесь постоять. А, ну карту я-то могу в принципе покрутить пока. Правда, потом она просто сама будет крутиться. Ну, в общем, локация действительно внушительная. То есть, вот все, это везде можно пойти до водопадов. Вот это клево, вот это впечатляет. Денис, а купил бы ты переходник-эмулятор клавы-мыши для плойки, чтобы поменьше страдать с геймпадом? Да нет, в принципе, я, я, господи, я в плойку запускаю это раз в год. Я уж ладно, пострадаю, чем тратить еще десятку на какой-то переходник, который тем более работает далеко не как клавы и мышь, потому что он эмулирует движение стиков, движение стиков и движение мышки это разные вещи. Хлоя не может конкурировать с Ларой по причине того, что у нее жопа как ананас, но я про тоже говорю. Ну, это вот в этой части она такая, потому что женщина это не объект вожделения, это тоже люди, женщины тоже. У нее и во второй части жопа была как ананас. Да нормально у нее жопа была, че-то докопался. Она была гипертрофированная слегонца. Но я говорю, там было, там было немножко некими наш. Слушай, мне кажется, вот под эту ебу отлично подошла музыка. Эх, а я в серебре весь сезон барахтаюсь. Кстати, Денис, у меня подкастоприемник сломался или неделя еще не прошла? Дэн, да, а ты не видишь? Еще один рыжий, я вижу, я просто, я не слышу, когда заканчивается. Блин, серебро, это клево, да, серебре легко играть, я встав хотел, чтобы вся команда серебром была. Подкастоприемник, записали мы подкаст, Костя его просто никак свести не может. Сегодня, наверное, сделай, завтра может выложим, если он все успеет. Так, что говорят, прыгнуть надо? Давайте прыжок веры. ой, я даже не смог перелететь к крышу. Я что говорил-то? Мне кажется, вот под этот эпизод, где она йогой занимается, наверное, подошла бы на бэкграунде музыкой чудаков, потому что это какая-то гиперотмороженность. Заниматься таким на вершине какой-то непонятной полуразрушенной башни. Меня зовут Хлоя, и это Джек Эс? Да. Денис, в игре появятся знакомые персонажи, помимо Хлои и Надин? Понятия не имею. Солод? А я не уверен, что надо говорить. Согласен, не надо говорить. То есть, это вот как в этом, где машина-то, кстати, в четвертой части ты до конца, в принципе, не знаешь, вышли там какая-нибудь мистика или нет. Я помню, Леня, скотина, когда мы, это даже в одном из роликов по Сиджу засветилось еще до релиза, а уже они пресс-версии украли, появились. Кто-то спер пресс-версии, был инцидент. Все слили спойлеры, Леня рассказывала про то, что там в конце, короче, Салли умрет, а Нэд вернется назад во времени, чтобы его спасти. Это нагнало мистики в мои ожидания. Леня, конечно, затралил лалку. бедный Йорик. Как вы думаете, стоило бы сделать что-то типа Uncharted Stories, то есть маленькие игры про разных персонажей, или лучше новую полноценную серию с той же Хлоей? Хватит дрочить Uncharted! Зачем? Эта серия жила без вот этих всех воебонов долгие-долгие годы, не надо придумывать велосипед. Дайте просто Дракману закончить The Last of Us Passion Project, и если он вернется к Uncharted, то он сделает клевый Uncharted, полноценный, нормальный, не надо никаких вот этих мини-сериалов. Да не вернется он. Ну, может и не вернется. Я почти уверен. Я вообще не знаю, чем в кинематограф не идет. Он там, наверное, в кинематографе никто, и ему не дадут никак вот той свободы, которая у него есть, например, в Naughty Dog. Ну, вопрос, надо ли оно ему? Ну, в кино, мне кажется, он же творец в кино возможности больше развернуться, как творцу. Ну, хрен. Нет, нету вот всего вот этого говна, типа там вот геймплея, оттачивать вот эти вот анимации записывать для героев. Там, там, пишешь сюжет и режиссируешь нормально за три недельки себе фильм, потом на постпродакшен еще год паришься и все. И вот у тебя и денег там больше. В индустрии кинематографа же само бабок больше крутится, чем в Game 9. Ну, я хрен знает, мне кажется, его прет. Ну, да, я об этом просто как-то рефлексировал, бывало, и я тоже, единственный ответ, который я придумал, это то, что его прет, что чуваку реально нравится делать игры классные. Так что пускай дальше делает. Да, кто если не он? Кодзима, что ли? Нужен ли спин-офф про молодого салли? Нафиг не нужен. Спин-офф это вообще эта штука такая. Это... отъем бабла у населения. Ну, тогда вот отделся отъем бабла. Ну, да. А что отделся, а что еще, если нет? видишь, если ушел автор, ну, ушел в трейле, ушел дракман. Люди, игру делают, другие люди, чтобы, ну, срубить бабла. Это же игра сделана, вот, DLC сделана, не для того, чтобы завершить какие-то незавершенные сюжетные ветки, правильно? Она сделана, ну, для того, чтобы еще раз продать. При этом она сделана как DLC, чтобы ты не разрабатывал там новый движок, новое все. Поэтому, например, мне не нравится Far Cry 4, потому что там хоть и новая история, но, сука, они даже анимации не переделали. Там вот себе после пулевого ранения главный герой точно с той же анимацией перевязывает тебе какую-то царапину на руке. Или пулю выковыривает, когда его леопард укусил. Что это за херня? Ну, те же самые анимации, что за халтура, ваша мать. Uncle D, один вопрос, и я пойду дальше работать. Как вам идея для пятничного стрима поиграть в Starter Bridge Crew? Главное, чтобы тех профессиональных диалогов побольше. Так, в пятничный эфир это должен быть Макса, у него нету PSVR. Суки. Вот так вот. Нормальная у нее женская фигура и жопа, и все это капсом. Если кому-то нравится анорексичные девочка-мальчики, то это их проблемы. Нет, нормально, я и говорю, больше приближена к жизни. Никаких претензий, у меня нет к ее фигуре, она мне до сих пор нравится. Да ладно, анимации, они карты делают неизменными, туда я тоже поржался, когда показали, что в Prime или карты один в один. Ну да, это был сабовным. Это был конфуз. Там эти разработчики, где разработчики, а дизайнеры, которые... Я не знаю, знав ли руководителя заметь руководителя фотки это. Но я думаю, что если он этого не заметил, а узнал только, когда появились фотки в сети, то вот эти дизайнеры локации, они как раз сидели с выражением той девочки, которая типа ой. Она на них смотрит они такие ой. А логотип-то вид сверху? А что это за история? Я чуть не знаю такой. Ну, а не, вид сбоку, да. Посмотри на логотип Ubisoft-то сбоку, ну можешь вбить просто там, я не знаю, Ubisoft-то логотип вид сбоку. Поржешь. Посмотрим. Это восхитительно. Вот тоже вопрос, специально или случайно? И был ли кто-то уволен? Почему я там раньше не видел? Не знаю. Ой, сука, это великолепно. Ой, что, ведь в поиске еще раз логотип Ubisoft, вид сбоку, открываешь Яндекс.Картинки и там первое же прям в лицо. Побери, обмазывайся. Хлоя или Йеннифер? Блин, Йеннифер. Неинтересный вопрос. Соглашусь. Он просто, он просто необычный, как Хлоя или Елена. Ну да. Ох, там ты, что-то весело. Ой, дынчик не деградирует, и действительно, ты чё, это был полный эволюции смеха. Три спидора, да три ссыкуха. Она, она, все книжки, которые были, она бегала там любого боя, подстроила собственную смерть, чтобы ноготок себе лишний раз не сломать. И только в конце, в последнем абзаце, последней книге, она пошла на какой-то поступок. Вообще, регис, да, вообще, регис. Между Хлоей, Енифер и Регисом выбираем Регисом. Денис, Хлоя или мам Казаки? Ну это к Андрюхе вопрос. К Андрею. О, еще во все, пошли, да, народ втянулся, там уже одни пропланы, че, спрашивают, ты Хлоя или Платва, и вот у тебя следующее вопрос. Лара или Хлоя? Хлоя, это, Рианны Прачет, то Хлоя. А если как? Ну ладно, нет, ладно, окей. Не, а я бы Ларку все равно выбрал. Ларка, клевая. Вот если Лара или Елена, тогда, конечно, Елена. Блин, тогда, конечно, Лара. Я раз правильно говорит, аще Кара Доловинь, какие вообще вопросы, Доловинь топ. Остальных нахер. Доловинь, да, зашибись. Платва. Посмотрел ты, Валерина? Да. Максим, скажи мне, хотя, блин, че скажи-то, я и так все знаю. Я что-то хотел спросить про оригинальный, ну, про оригинальный звуковой дороги, ты же на английском смотришь, по-любому. Аж там нету в Чехии, в Ростоке кинотеатров. Собственно, да, и собственно, все, что я мог спросить, я уже узнал и так, что она там с американским акцентом говорит, а не с английским. У, я не помню, у нас давно уже Валериан вышел. Где-то месяц, наверное, назад я его смотрел. И как тебе фильмец? Норм. Норм. Денис, Елена или Вейп? Вейп, Вейп хотя бы реальный. А, блин, а я подумал, надо выбрать из трех, Денис, Елена или Вейп? Нет, это был у меня вопрос. Наверное, кстати, я не знаю, по пунктуации тут и твой вариант подходит. по пунктуации. просто так, как ты прочитал, мне показалось, что ты там выбираешь, и такой, нахер, нахер Дена, давай, Вейп. Вот здесь, кстати, тоже забавно. они такие, есть три, я не знаю, как локации, три гробницы, куда тебе надо пройти, и их можно выполнять в любом порядке, и они потом все равно будут смотреть и относительно того, куда ты там первым пошел, говорить, куда тебе надо дальше. А это основной квест или это вот эти побочки? Нет, это основной. Я сейчас на побочке вообще не отвлекаюсь. Так, Рейкзарк пишет, что все на кару дрочат, обычная кривляющаяся баба со средней внешностью. Забанен, нахер. Сразу в бан, в перманент. Не, ну не нравится, не трах, но не, не это. Не смотри, Валерияна. Нет, смотри, Валерияна. Да, Валерияна. Смотрите, Валерия, заносите денег Валерияну. Это я смотрю, как он лениво движется по мировым сборам. Да, он уже не движется. Его, я тебе говорю, в Европе его уже давно прокатывают. Он как-то очень странно, он размазан такой весь этот выпуск. И там китайский, по-моему, до сих пор не... Движется, движется. Я смотрел позавчера, по-моему, было 115 лямов по миру, сейчас 132. Но он дальше, видимо, к стране восходящего солнца продвигается. Или в Японии пока, ну, короче, туда, на восток. Кто такой этот Валера? Это защитник города Тысячи планет. Заполнитель или за царя? Блин, заполнитель, это, конечно, очень хорошо. Вот, мне нравится этот комментарий от Найка 007890. Макс, спасибо за обзор. Теперь ХЗ покупать ли? разбори все, расставил по полочкам. Вообще, да, запутал к херам. Денис, заполнитель или Хлоя? Что за меме с заполнителем? А, так ты не в курсе, а что ты ржешь? Нет, но мне понравилась игра слов заполнитель или за царя. Блин, да короче, вчера показывали эту... Блин, как она называется? На Gamescom, я помню, что это с Gamescom. Да, 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 вчера показывали Battlefield, и там карта была в России, и там в церкви огромный транспарант, а на нем надпись заполнитель. А, да, да, все, вспомнил. Мне об этом писали просто уже фишка ВКонтакте и уведомили. Сестер этой своей памяти. Чтобы поржать снова. Хотя, ну, что-то как-то неожиданно. Вроде у них есть нормальные консультанты, потому что тизер, который вышел, там, Ахматову читали нормальным русским голосом без акцента, а тут какой-то нахер заполнитель, что за говно. Че-то не вяжется. Да, опять не Дракман просто делал, а какие-то левые люди. Когда Дракман делал Battlefield, Battlefield был лучше. Make Battlefield Great Agent. Привет, сани-бои. Ну, привет. DCX Хейла. Я не знаю, это значит не Sony вайд, а Microsoft. Ну, Хейл уже. Ну, да. Будет стрим по сиджу в сентябре после апдейта. Говорят, самое большое обновление в итоге игры. Я не знаю. Я не хочу. Мне ленят. надо настраивать все. Костя можно пострелить. Макс он уже за полчаса начал настраивать, как будто, блин, не на ступгейме работает. Не, но это не пятничный не пятничный. Не, Да это может просто образец вставили, типа вот так будет смотреться текст, а другие не понятны. Ну да, как-то в это вставили бы, блин, эта фраза, как она звучит. Черт, сейчас я найду ее, блин. Пока, пока я не забыл эту шутку искрометную, которую я хотел произнести. Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю. Вот эта фраза. Чисто для демонстрации текста, шея шерифта. Да, вон в чате вижу, подсказали мне еще до того, как я увидел. Поняли, поняли шутку, поняли к чему я клоню. Денчик, будут еще стримы с вебкой? Не знаю. Зависит от количества пива в моем организме. А что, ты начинаешь испытывать чувство эксбицианизма, когда нажрешься? Ну, во-первых, я не в плаще, а стримлю с вебкой. Без плаща? Жопа байонеты или жопа Хлои? Я в байонеты не играл, поэтому пусть будет жопа Лары Крофт. Доловинь. Ну, Доловинь так себе, а наша модель 40 кг. Какая там жопа. Да нормально. Вот то, что она на лысо побрилась, это да, это адский. Ну, что, до свадьбы заживет? До нашей свадьбы заживет? Денис, нестандартный вопрос, что бы ты выкинул из окна на карте канала в Сидже? Гранату, камеру Валькирии или Хлою Фрейзер? А Хлою что только выбрасывать, она все равно зацепится и обратно демится. Еще и по морде надоет. Ну, она же такая, ей палец в рот не клади. Дэн, стоит ли надеяться на разборы трудностей про кино, если у тебя будет свободное время? Нет! Не стоит надеяться. Оставь надежду всяк сюда входящий. Да. По статистике, каждый второй сонебой гей. Денис, ты гей? Ну, это, это, это очень тонкий подъем, но я не сонебой, пойму. Странная у вас статистика. Ну, я уже давно привык, что фразы, начинающиеся со слов по статистике, не имеют никакого отношения к реальной жизни. Никогда. Это да. Ну, просто это добавляет какой-то весомости твоему мнению. По статистике я всегда говорю правду. И вот не поспоришь. не, не знаю, на самом деле в твоем конкретном примере без по статистике было бы еще весомее. Я всегда говорю правду. левая полужопия или правая народ не унимается. Что там у нее сильная асимметрия, что ли? Я как-то не приглядывался. Ну, акцент на жопу очень редко, но бывает. Но редко. Сейчас в субтитрах Хлоя спросила ты как, а Надин ответила да. Переводчики в своем репертуале. Ты реально такой был? Слушай, я тоже не обратил внимания, но в этот момент я уже играл на английском. так что и без субтитров, Если вы посмотрите обзор, там видно, что буквально в одном месте у меня субтитры проскакивают. причем в том самом, где плашка появляется. Да, да. Да я это заметил уже как-то потом. Короче, по статистике один из вас гей. Прикольно. Тоник88 пишет Денис, я болезнул твое пузико. И кто из знал, Глеб расстроится. Насколько я помню, Тоник это тот чувак, который почему-то Глебу шары подкатывал постоянно. Реальная жизнь. По статистике каждый второй в чате дебил, пишет Рэймонд. Вот здесь кстати сейчас единственный тупорылый чекпоинт во всей игре. Ну, в самом случае, который я заметил. Он прям ужасный, потому что тебе надо будет сейчас поднимать дверь и потом эти враги набегут. И если ты умираешь, а я умирал, разумеется, на высочайшем уровне сложности, то тебе снова надо поднимать эту дверь. И я эту дверь поднимал. Это какой-то трудозатратный процесс? Ну, просто, блин, это каждый раз нужно подойти и нажать кнопку, там, анимация, как они вместе подходят, начинают это поднимать. А, куда ты еще жамкать подида на Y, на треугольник? Ну, я сменил себе, я не жамкаю, я просто нажимаю. А что значит сменил-то? Это, блин, можно было в настройках поставить, что ли? Да. Сука. Ну, блин, вот что меня реально бесило в Uncharted-ах и в The Last-ах, вот эта вот необходимость, вот эта херня, вот зачем это? Так ее не было. Была, во всех Uncharted-ах была, подойти и... И во всех, по-моему, можно было менять. Ну, вот, это я не знал. Они специально сделали, потому что им какой-то инвалид писал, который говорил, что не может пройти QTE-шки. И они добавили такую возможность. Ну, вот, я просто не пойму, вот этого геймдизайнерского решения не принимаю. Зачем? Ладно, God of War, ты там в пылу битвы, тебе необходимо вот так же жамкать, но это в пылу битвы, это как... это геймплей. Но здесь это нафига, когда ты, блин, вот идешь, просто вперед, заставляют внезапно вот драчить эту сраную кнопку, и потом ты снова идешь полпица. В чем припол? Я помню, такое меня выбесило в одном моменте в Ларри Крофт 19-го года, там был какой-то сраный момент, когда идет сценка, и без перехода, без нифига, тебя заставляют внезапно нажимать вот эту кнопку на клавиатуре тоже долбить. А я как бы сижу, смотрю, к сценку пью чай, и тут у меня выскакивает эта херня. Сразу чай летит в стену, короче, рука кидается на клавиатуру. Зачем так делать, я не знаю. Ну, правильно, походу, говорят, что этим инвалидом был вниз. Нет, я бы знал в таком случае. Так что, по-моему, в The Last of Us можно было менять. Ну, хорошо, может быть, вопрос, чуть не находил этого. Ну, не то, чтобы я сильно это искал. Так, все, мне осталось последнее испытание. И я пройду этот уровень. Большой, реально, уровень. И это я сейчас как бы быстро вот его прохожу, не отвлекаясь ни на что. Здесь еще реально и по бочке, и... Ну, и все, в принципе. А, ну, нет, здесь есть еще, ну, в смысле, помимо сбора этих жетончиков, которые откроют там себе проход, фоткать можно, потому что девочки же любят. Удивительно, что, правда, не селфи делают, а просто природу фоткает. И, блин, слушай, вот это вообще самый сложный, наверное, коллектабл. Потому что эти, ну, фоткать можно только в специальных местах, в машине, когда ты едешь, они не высвечиваются, и вообще, в целом, нужно подойти там, я не знаю, в 2-3 метра к этой точке, чтобы появилась кнопочка активации. А карта-то большая. Я не могу и не ответить на этот вопрос, а ты уже, ну, не вопрос, а заявление. Этим и удобен гей, он всегда в руках. Да вот хрен там. На клавиатуре я куда-то бегу, я могу правую руку с мышки снять, продолжать бежать и пить чай, сидеть, курить. А в геймпаде, с геймпадом так не получится, блин. Я геймпад откладываю иногда. Вот именно. Денис Лиза Мартиросова или Кара де Лавинь. Как что, это интересный выбор. Девочки понимают, что их лица всю красоту портят, поэтому они делают селфи, пишут. А я думаю, в чате начали все писать этим и удобен гей, детям и удобен гей. Я не понимаю, что настолько, блин, люди реально простебали невинное слово геймпад. Оказалось, что у тебя звук дискорд забарахлил. Я когда произносил геймпад, геймпад, и прозвучал только геймпад. Окей. 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 Ты уже ломал эту дверь? Не ломал, я тут три. Правда, в одной нет, по-моему, двери. Все, Влад Кузнецов или Кара де Лавинь. Ребят, я скрощу вам вот это вот время. Все, или Кара де Лавинь. Кара де Лавинь. Ну не, сейчас тебе придумают, где ты пожалеешь об этом. Вряд ли. Вызов принят, чат, давайте. Ну там, знаете, что-нибудь, где я бы не выбрал Кара де Лавинь. Кара де Лавинь. Спасибо. Очень, очень занимательное предложение. Но даже от него я откажусь. Ну я немножко не в ту сторону подумал, ну ладно. Но тебе понравилось. Выбор был очевиден. IQ или Кара де Лавинь? Кара де Лавинь. Две Кара де Лавинь или Кара де Лавинь. Не, это же не честно. Ну вот я конкретно бежал, используя, блин, почему-то странный твич проскакивает. Я конкретно бежал, используя стик левый и норм. Если что, можно переместить палец на нижнюю кнопку, например, а, и проходил 13-го год на геймпаде, очень удобно. Ну вот это вот начинается, когда тебе приходится руку изгибать под каким-то неестественным углом, чтобы одновременно и стик у тебя вперед бежал. И как в виде макеты, например, зажимал кнопку, которая отвечает за спринт. Иначе ты будешь просто идти вперед. И ты сидишь как какая-то кракозябра, кракозябра иноземная вот так вот и пьешь чай. Так. Кара или Деловинь? Пивас или Кара? Кара. Мам Казаки в шобу раскатываете. Господи. Дэн, айкью или элла, полячка? Я не знаю, я не видел еще новых. Да и тем более между айкью и эшкой все равно эшку выбираю. Кара Деловинь или Сидж? Кара Деловинь. Чатик, ну что-то вы как-то слабенькая. Вообще. Кара Деловинь лесбянка же, она би, я все предусмотрел. Денис, массаж простаты от Кары Деловинь или от опытного проктолога? От Кары Деловинь. Идеальная локализация или Кара Деловинь? Кара Деловинь, я играю в оригинале. Чатик, ну плохо, плохо. Нет, ну смотри, с массажем простаты это была довольно, довольно мощная заявка на успех. Тут я не могу не признать. Бессмертие или Кара Деловинь? Кара Деловинь, зачем мне бессмертие, если бессмертия нету Кара Деловинь? Что есть вечность без Кары Деловинь? Отлично, чатик понесло, я не успеваю читать. Борода или Деловинь? Этот вопрос прокатил бы Косте, мне борода не нужна. Half-Life 3 или Кара Деловинь? Ответ понятен. Здоровье Кости или Кара Деловинь? Кара Деловинь, Косте, и так не очень здоров. После двух лет Сиджа мы все не очень здоровы, поэтому. Кары или Калькадут? Че-то есть. Кары Деловинь или Кары Деловинь? Взвучки все, Волода Кузнецова. Сука. Потенция или Деловинь? Вот это хороший вопрос. Ну да, зачем Деловинь, если... Вот это, вот это, пожалуй, тот самый вопрос, к которому все стремились. Будем считать, что Дивиктус выиграл. Да, я вот пролистываю. Ну да, да, вот, 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 чувак, он шарит самым острым, он самым острым ребром поставил свой вопрос. Так и нужно было делать всем. Денчик, кого из актеров дубляжа ты больше всего ненавидишь? И тут Дэн задумался, список так велик. Тут я задумался, и тут я задумался, Дмитрий Филимонов. Ты пропал. Че Дмитрий, а, Дмитрий Филимонов. Дмитрий Филимонов или Кара Деловинь. Не знаю, да я не тут не скажу, что я ненавижу прям кого-то. Че мне, господин? Никто с моей женой не спал из них, че мне их ненавидеть? Не знаю, ну и Филимонов за все эти годы меня успел выписать намного больше остальных, поэтому предположим, Филимонов. Ну, слишком, слишком уж характерный голос у человека. Для того, чтобы озвучивать те тысячи ролей, которые выпадают на роль одного актера дубляжа. Дмитрий Филимонов. Народ сразу, у тебя есть жена, господи, ребят, это фигура речи. Я просто как-то наткнулся на комментарии, ну, много комментариев, типа, да у тебя просто личная неприязнь, там, скажем, к Лизе Мартиросовой. Я такой, конечно, блин, личная неприязнь, мы же не сто лет знакомы. А нашего, а нашим, мне тогда денег не заняла. Вот из той же оперы про жену. Что за бред? Как, мне тоже нравится вопрос, стал что-то часто возникать не вопрос, а типа, так как ты засираешь эту конкретную локализацию, можно засрать вообще все. Ну, так, можно, ребят, все в этой жизни можно засрать. Просто не все есть желание засирать. Зачем засирать четвертый Uncharted, например, как игру? Охеренная же игра. А вот что-нибудь другое засрать можно. Например, DLC, к четвертый Uncharted. Кара или видео с Костей, где мои волосы? Кстати, признаться, я ни разу не видел этого видео. Я тоже, я вообще не знаю, существует ли он слышал. А, собственно, его никто не видел, да, подожди, а я помню этот Мемес про сбритую башку, но я не знаю, в чем Цимес. Ну, Костян каким-то образом там побрил свою башку. Вроде бы попьяни. Я понял, я просто не понял, есть ли реально видео. Я тоже не знаю, есть ли реально видео. Но утверждают, что есть у Макса вроде как. Но Макс утверждает, что у него там записи всех стримов есть и я очень надеюсь, что это неправда. Всегда хорошая локализация или DeLawin? Да DeLawin, конечно, зачем локализация оригинал? Локализация, если будет хорошая локализация, Дэнчик без работы останется. Да не, я и хорошая локализация могу обозревать, в чем мне. Просто, ну, я как бы пытаюсь донести-то обычно то, что какая бы ни была хорошая локализация, это все равно не оригинал. Все равно разные вещи. Есть, например, Bioshock Infinite, который, ну, блин, я вот играю в локализацию и меня прет от того, что я, от осознания того факта, от осознания того, сколько сил ребята вложили в эту локализацию. Но это не значит, что она лучше оригинала. И поэтому у меня часто бесят игры, когда я вижу, что люди ни хера не пытались сделать хорошо. Чатик, конечно, какая тема. Чатик продолжает пытаться переплюнуть человека с вопросом про потенцию, но вряд ли у него это удастся. Дэнчик, разбор пиратской локализации The Evil Within будет? Не знаю. Я ее не видел зато. Еще. Пиратская локализация? Ну, любительская локализация. Ну, у The Evil Within же нет дубля жарится. А, может быть, я не в курсе. Не слежу я за твоей движухой. Ну, в смысле, в эти выпуски смотрят, конечно. Дэнчик, кастрация или кара? Ну, это, это модификация того самого, того самого единственное. The, как говорят американцы, когда хотят подчеркнуть The. The question. Что ты за второе слово сказал? Question. Question. Вопрос. Question. Question. Как он там произносит? Ну, question, да. The question. Дурат, не много из нас здесь. Давай. Смена Пола или The Evil Within? Господи, а что? Она же B. Можно смело помнить. Может, смена Пола там, знаешь, про паркет спрашивают. А, это тоже двойное дно у этого вопроса. А-а-а-а. Продолжаем. Каламбурчик. Что там, вопрос был, лост-фильм или а медиатека? Не видел ни того, ни другого. Все, все равно в оригинале смотрю. Все равно корраду лови. Куда? Года с 11 все в оригинале смотрю. До нашей эры. О, не хорасит. Хе-хе-хе. Я должен поставить этот на мою бизнес-карту. Не могу это выстрелить. Вот. Вот. Продолжаем. фух я прошел уровень ебу и real talk отмена истории серии warcraft и лекарды ловить больше не вред никто меня не харасит истории серии warcraft но ребят все равно буду ловить да конечно скажу по секрету никто и не харасил это так но это же это же все было всегда на границе с шутками при баютками шутками прибыл это все равно где-то там в глубине надеялся что ты согласишься может быть и надеялся на никаких домогательств его стороны не было по поводу делай суку или уволен кто теперь главред дмитрий кунгуров с добрым утром обзор легиона тоже в шутку сделал да ну нет просто я единственный кто на тот момент со стоп гейма и имел хоть какое-то представление варкрафте номер момент как будто кто-то появился до появился но уже не баранов который сейчас делает вся всякое поэм ему я надеюсь что обзор следующего дополнения будет он делать окей а ты надеешься на следующее дополнение ну она она по-любому будет я надеюсь что не я буду делать обзор вот извини перебью тебя вот до этого момента вот все что я сейчас прошел вот до этого момента надо было пройти все ни в кого не стреляя согласен это странно а может мор можно все там пройти знаешь чисто по нет нельзя по грамотно выверенную не поставил все а по грамотно выверенному тактону то есть знаешь как speedrunner и который точно знает какой пиксель вставать и знаешь забраться туда не прыгать на такого-то противника перекатиться в другое место бежать его пока внизу не но я прошел так что это все возможно но это немножко странно если можно было прямо бы все по стелсу это было бы изящнее мне кажется ну да блин вот чувак не дожал вопрос спросил кара карамышева или дэнчик де лавинь вот если вы если бы ты спросил кара де лавинь или кара карамышева тогда вопрос он быть переплюнул вопрос про потенцию но чувак сожалению ты все-таки не выжил из него все что мог но ты дожал нормально да мне пришлось дожимать за тебя поэтому не считается пока что все-таки черт такой сложный ник блин ну чувака я забываю его постоянно и уж надо доску почета повесить тв иктус тв иктус тв иктус тв иктус может значит вектус вик тус есть такое слово но у меня сам яндекс мне сразу же показал Твистис, видео Это что-то из разряда порнохаба, походу Да Ну пишут Твиктус Ну да, там Твистис, а это Твиктус Короче, не, ребят, Твиктуса пока что никто не переплюнул Денис Карамышвали, Денис Деловинь Ой, смотри, какой сразу находчивый Доширак Подхватил мой флоу Ебой Скарлетт Йоханссон или Кара Делайн Да вы что, ребят, Скарлетт Йоханссон Вообще не в моем вкусе Да и актриса, она так себе Мне никогда не нравилась Мне никогда не нравилась Скарлетт Йоханссон Как актриса Поэтому мне что-то смешно было наблюдать И Люси, мне смешно было наблюдать Призрак в доспехах Ну, то есть, несмотря на ту причину, что сам фильм говном Было смешно наблюдать за Скарлетт Йоханссон За ее потугами Скажем так, ее потуги, они смешнее, чем потуги Кара Делавинь Ты Скарлетт, не трогай, сука Вот видимо, Скарлетт Йоханссон сейчас много фан-клуб такой Ну, кстати, место для фоточки Но вот на этом уровне Ну, вообще, на более В закрытых уровнях Это просто Я все собрал А вот на том гигантском, блин, это было сложно Эмма Уотсон или Кара Все, теперь Кара Макс, признайся честно, спрашиваю тебя Пока проходил Uncharted сам Падал с веревки Ммм, не помню Может, и падал Свидание с Марго Робби или фоточки Кары Делавинь Но тут, признаюсь честно Фоточки меня вообще мало интересуют Кара Делавинь это не фаб-контент Если кто-то почему-то считает именно так Кара Делавинь это актриса, в первую очередь, для меня Потому что, ну, Пейпер Таунс и Валериан Фоточки мне насрать Мне вообще всегда было срать на все вот эти, например, утечки Эмма Уотсон, Эмма Хэтуэвэй Сейчас вышли мне вообще прям до барабана Я не обмену тебя до барабана А ты вот, например, знаешь, что Хэтуэвэй вышла А я не знал А я слезу Слили фотки Эмма Хэтуэвэй Я не смотрел фотки этой... Как она зовется? Блин Лоуренс? Да, Дженнифер Лоуренс Самый первый из вот этого списка Ну, не знаю, потому что мне насрать Господи, что, сисик не видел, что ли? Я люблю актрисы этих За и Дженнифер Лоуренс, и Эмма Уотсон И Карл Делавинь Потому что, блин, они харизмой херачат В фильмах Мне нравится смотреть именно на актерство Поэтому между фоточками Кары Делавини Или свиданием с Марго Робби Я бы не выбрал ничего Марго Робби мне не так интересно Ой, я сейчас увидел, она там в роли этой Елизаветы, по-моему Это такой страх Кто, Марго Робби? Да Елизаветы, в смысле Елизавета же вроде толстая была, нет? Которая? Вторая? Да, по-моему Я не помню Но, блин, там фоточки такие Что я все на свете забыл Ну-ка посмотрим Или старая Марго Робби Так это, в смысле, для какого-то фильма Или это про какая-то фотосессия страна? Да не, вроде фильм О, да Это не очень секосно Блин, что-то Куда идти? Что за нахер? Алло У тебя прям сегодня день открытий Короче, Денис пастурбирует на обычные фильмы С харизмой, а не на пордо Давайте котлеты отдельно, мухи отдельно Не надо путать теплое с мягким Дэн в порно-харизму оценивает Это хорошо Кто там у тебя любимые порно-актрисы? Сейчас я весь список вспомню Не знаю Ну кто там харизматичный? Тори Блэк харизматичная Хорошая девочка А этот Эрик Эверхард В жизни очень Порно-харизм Эрик Эверхард В жизни очень харизматичный Да ты опять же Ты жизнь с порно не путай Котлеты с мухами свешивать Дэн подписка на порно-хаб есть? Не, никогда не было никаких подписок Подобных Так порно-хаб же бесплатный, не? я не знаю но подписки то везде по-любому есть или карады ловить без бровей интересный вопрос я посмотрел наверняка есть какая фотка где ей до фотошоп удалили брови посмотрим я думаю это будет что-то похожее на костяна да особенно лысый ну как успехи костяна да нет не костяна это что-то иноземное ну собственно да как как или как и любой рыжий чувак без бровей выглядит ну как знаешь как вот эти вот чуваки из в начале были которые валерия на непонятной непонятной половые принадлежности получается такая же кара но что-то на их играл может быть вот это хороший вопрос на вы конечно не дотягивает доброт отличный брежнев вот это да вот это в яблочко я не знаю выйди вы делите первое место с эти вику сам кто это написал кто написал про брежнева максим узкие 82 это неплохо до цитата великих людей дениса ты следишь за локализацией dead space 20 g info а я не знаю еще двигает то есть я как бы не слежу но я думаю если они ее доделают то эта новость она дойдет до меня через всякие через всяких вас через всякие в контакте блин а вот в чем прикол такие старые игры то переводить ну перевели больших инфинит и получилось охеренно но это больших инфинит был все-таки не настолько старый это же энтузиасты они делаю чисто для себя они даже от донатов отказывают у них куча я читал там на их форумах у них в группе вконтакте на сайте на самом сидже инфо им пишут куда задонатить они говорят не надо ребят мы че чисто так по фану ребята просто делают качественный контент безвозмездно потому что им это интересно как бы видишь за dead space уже никто не возьмется официально поэтому почему бы не сделать его а то вот так вот видишь вышел масс-эффект через год локализации так и не вышло кто-нибудь любитель взялся делать а потом об и золотое издание свое херовое выпустил snowball с 1с и все и все труды на смарку а тут беспроигрышный вариант блин я сейчас дошел до такой довольно геморройный загадочки я не знаю смогу ли еще с быстро решить но я попробую озвучено 99 процентов обработано 91 процентов процент у озвучки dead space 2 видимо ну и хорошо как как сделают так может быть я и сделаю какой-нибудь какой-нибудь выпуск потому что ну блин cg-info мне разобрать всякое интереснее потому что я уже знаю примерно что ждать интереснее чем за его визы например который но я вообще не поставлю отчетом дэн это правда что тебе подобрали фабрике mdk да нет конечно это очередная шуточка кости усы песковой или брови коры брежневой чё коры брежневой ладно это это тройной вопрос скорее голове было посмешнее т.п. на пашнадзор будет так а чё на этот трейлер что ли ужасный тогда нужно делать это пэма переозвученный по моему имя же трейлер за ласта фаспорт 2 ты видел его нет нет по моему когда я не помню как называются эти люди которые тоже как и стратегик music что ли но я не уверен я не уверен что это они что соврать когда или сидит она во первых на русском поет эту песню которая фрукзывали не подходит джоэл я не такой дубляж сделали что такой с наездом прямо с наездом ну чё блин малая расселась карди лови не лико пуди лови не карди лови не лико падала жить мама стифлера все-таки нашла лазейку к продвинуть вот этот вариант спасибо за донат но кара давай это был настолько гениальный дубляж я по-моему ничего лучше в своей жизни не слышал настолько проникнуться героями персонажами одной вот этой фразой я сейчас найду ее блин послушаю что я уже забыл только когда звучало ну и песня конечно исполнена была божественно the last of us 2 русский трейлер нет это какие-то субтитры блин а чё его удалили что ли с ютаба ладно мы попробуем словосочетание дублированный трейлер во походу это она нет сейчас секунду секунду в трейлере в оригинальном подошел к искал черпому типа вот и и дуэнки дал а тут подошел такой чё ж ты творишь я на этот не тот перевод он был еще смешнее типа чё чё делаешь малая с таким реально с наездом да сука вот это были актерства вот это супер просто я не знаю супер а между тем я прошел эту загадку не в 10 шагов конечно как и надо там для ачивки но я рад что я на ней долго не завис козявка оксибирон или кара де лавинь окей подъем защиту а я не понял ну типа он сравнил кора де лавинь с козявка оксибирон окей сосиска стелус сложно сложные приколы ай блин дали лавинь или на танк пожалуй вот из этих трех комментов можно составить взять три призовых мест и там ничего не давали часом по анчарту до разыграть не может и забыл вот это да вот это три топчика лего дуловинь или на там потенция или кара де лавинь и брежнев или кара де лавинь вот вот это вот это топ вот это надо задействовать в аналы истории санчес пишет когда дуловинь с бровями брежнева или кости с бровями кара де лавинь это все это все страшно и твой друг я бы не хотел такую картину увидеть но я кстати посмотрел на костяна с бровями кара но посмотреть то конечно можно но где-нибудь дальше далеко сука влад мне скинул афишку для душевного подкастки на ней нет кара де лавинь должна быть на каждый я думал у вас теперь реально все время будет у нас теперь будет рубрика кара де лавинь не я про спутник культ поклонения просто короче стали ну и не снился тот культ личности который мы сейчас кости забабахаем ну вот да я знаешь у нас в разборе типа не выпусков про матрицу хотя шучу конечно были такие но не выпуска без упоминаниям а да ну вот только у нас это все в более положительном ключе чем у вас про матрицу у нас в очень положительном нам полностью положить кто так 100 говорил про странные прави утеток сейчас я оставлю этот этот комментарий отразили разетила висеть в воздухе и уже спрашивать сериала сериала сериалоги сериалоги будут разбирать защитников защитников ну по-моему ну к следующему выпуску нет но возможно потом возьмем потому что актуально я просто сейчас впервые вчитался в слова сериалоги да это сложно но у нас все просто в эти логи блин переделалась кинологии сериалоги дэндологи стримологи кунгурологи проктологи да проктологи в пятничном эфире были так то сайт трудности перевод начинается в чате а ему кей перевели как я держу окей дубляж ну в принципе в зависимости от контекста наверное норм я просто не не знаю какому конкретному моменту относят комментарии не смотрю субтитры игры сейчас да я тоже больше начать и гляжу а игру прохожу как-то на автомате денис ты обязан сделать в итоге кода рубрику кара де лавинь года с четырьмя фотками кара де лавинь ну блин если бы я был вредом но я не главред блин я уже представляю дизайн сайта если бы ты был голодом при этом просто все обмазал он бы выглядел как афишка для нашего последнего до это да это топчик хотя с другой стороны если бы ты добился чтобы у нас брендирование купила кара де лавинь то вообще без базара правда не знаю на кой ед вот кстати вопрос который меня в личку вконтакте засыпают например от того что за ласт джедай под заголовок грядущих звездных войн перевели как последние джедаи скажи мне макс слово джедай она же не видоизменяется него число правда нет так в этом эта фигня я короче я когда первый раз увидел я уже писал об этом патронус наши к кинологам в патреон то есть и мы этот пост когда-нибудь он доберется и до паблика но просто это долго происходит поэтому проще подписаться я рассматривал вообще такие варианты то есть когда я первый раз увидел название the last джедаи я подумал про одного джедая то есть но вот чисто машинально я подумала последний джедай не вникая вообще сколько их там на самом деле все такое то есть я хреново разбираю звездных войнах чтобы понять сколько их реально должно быть вот а перевели последние джедаи хотя вроде сам режиссер где-то сказал что один джедай имеется ввиду поэтому это скорее всего косяк но при этом есть ровно точно такая же фигня это трансформеры вторые в русском прокате называются трансформеры месть падших а он один падший по моему месть падшего называется нет да месть падших да ну да косяк вот но это опять же такая фигня которую очень сложно без контекста правильно ну смысле не не вот не сложно а невозможно без контекст правильно понять это лотерея да поэтому я например когда мне мне часто как потому что перевели вот так хохолохи мне кажется вот искренне и мне кажется что у переводчиков есть контекст то есть прокатчики они не всегда ну конкретно в этом случае все-таки франшиза большая дисней грохает огромные бабки в дубляж в том числе и в прокат в других странах поэтому мне кажется что у них налажен какой-то контакт с нашими прокатчиками чтобы они название перевели грамотно но тоже не факт но почему-то у меня есть некоторые презумпции доверия в этом конкретно но понимаешь я думаю если у них был контекст вряд ли бы они так лоханули ну то есть это настолько просто что я так еще же не доказано что они лоханули я про джедая а не пропаджи так этот я же говорю режиссер вроде где-то подтверждал что один же дай ну тоже лишь ты говоришь вроде и ты сам не уверен ну как я не уверен потому что мне это писали в комментарии у вас так и оказывается последний джедай тогда ну так тогда лоханулись тогда ну ну такого хрена надо было уточнить но пока что мне кажется что они уточняли и им сказали что нет их ребят несколько санчес 100 рублей главред сг кара де лавинь или главред сг костя и история серии warcraft санчес прям не унимается ты серьезно да то есть если ты думаешь так как это выбор может ладно если бы еще не было истории серии warcraft я подумал еще но нет там где присутствует история серии варкрафт нет увольте множественное число использовано во всех языках где нужно обозначить версию это централизованное решение диснея ну вот если это какой-то инсайт то ну тогда все правильно сделано если это чувак просто троллит или от балды пишет тогда ну короче когда увидит фильм тогда и узнаем что нолан сказал что и что норд сказал я не услышала спрашиваю плана норд сказал специально для стоп-гейм вы можете посмотреть репортаж про uncharted 4 с ноланом нортом и троем бейкером который блин вообще никто не смотрит сука так обидно один из самых клёвых репортажей мне кажется ну не потому что я его делал потому что концептуально сука там трой бейкер и нолан норд и у него просто какие-то там даже 30 тысяч просмотров по уму нет да это обидненько мне кажется просто что мы вот реально 30 тысячам людей интересны новый норд и трой бейкер не ну ладно там же все-таки про uncharted все короче владуха исправился добавил коры дуловинь во фишку каста все хорошо живем парке ок ну как говорится самое самое долго это сделать афиш может быть кости уже даже свел подкаст в репортаже скука блин посмотри по хеллблейду там 200 тысяч просмотров вот хеллблейд выстрелил не от репортажи видите штука то какая мне пример было безумно интересно смотреть и хеллблейд и нолана норта строим бейкером потому что мне это и та тема интересно а многим вот ну не интересно смотреть на вот эти к нам каких-то актеров когда я блин играю в дубля же еще не волнует такие например поэтому одного репортажа 200 тысяч просмотров а у другого 30 тысяч просмотров но они по качеству то одинаковые абсолютно хеллблейдом то понятно почему он он просто эксклюзивный больше никого там не было и я там был один тоже верно ну то есть эта штука такая кто из эсгена gamescom и саша кост видите феминизм женщины отдуваются но хотели равные права получить в интернете лили фотки сущей байли сайрус ну и кому вот скажите мне это нахер вообще интересно блин я отвлекся насущую майли сайрус чуть не получил пулю в голову уже гуглить пошел да нет ну просто глаза в чат я начал вспоминать кто такая майли сайрус и реально чуть пулю в голову не получил а тут можно получить если кьют и оправа и провалить да пидор так вопрос такой который я силу нарциссизма не могу не зачитать но на самом деле по другой причине а можно денис будет во всех стримах сг участвовать я просто представляю реально во что превратится можно будет переименовывать из топ гейт в карады лайки фан сайт единственная тема для разговоров на всех стримах так у меня у на момента пор фавор до ловень пришла до ловень пришла ну вот возвращаясь к сущей мэйли сайрус вот для меня вот это описание вот этой фотки это для меня это эквивалентно всему что пираты взламывают с телефонов звезд как бы нахеран это смотреть карады ловень или фея динь-динь что-то кафе динь-динь очень не знаю но вроде в рифм и начата оксимирон разлоги это самое дениска слышал про фанатский перевод dark souls 3 не не слышал такой я больше скажу нахера это фоткать но это понятно зачем фоткать я помню не магия хорошо сказала что типа когда уже звезды поймут что не нужно такие фотки хранить на телефонах ну реально нахера может этой часть pr хода потому что я думаю что какие-нибудь абстрактные рейтинги у той же у той же дженнифер лоуренс они подлетели подскочили после того как ее фотки утекли в сеть потому что дженни я их хоть и не видел но я знаю что дженнифер лоуренс есть чем похвастаться и это вполне причем она баба то без комплексов она постоянно свинишком ведет всякие эти интервью в руке полупьяная еще поебать на все поэтому она вполне могла но так то просто ну реально но люди хватит храдить и я не знаю появилась у тебя какой-нибудь абстрактный там том круз сфотографировать свой член сфотографирует его посмотри удали фотографию нахера вы их храните взломают же всех взломают рано или поздно мэйли сайрус сама эти фотки слила ну может быть но она могла на шипотажная такая она же в голодных играх снималась чего вы хотели я не уловил связь это смысле это наезд на уровень ее айкью что да только у него при этом оскар есть оскар есть ой слышу я случайно дошел до спойлер я не ожидал надо было все таки делать по бочке клёво знакомые все лица так как блин мне даже интересно стало я даже смотрю на игру они начат сэм круче кара де лавинь чё сэм круче кара де лавинь ну да он же тебя заинтересовал ты от чата отвлекся если в чате была кара де лавинь ну блин чат по мужу последний час упорывается пока рыболовиня я имею ввиду и и им пирсом как чё а почему эти такси я субтитры не читаю но не любит она дрейков а ну да помню помню анадин чё хочет его спасать детей хлоя любит дрейков господи дениса почему видео новосибирское быдло в париже недоступно чё правда что ли а может а я удалил потому что все свои второстепенные каналы там которые это насоздавал детское быдло в париже да точняк недоступно макс самого обзоре засветил разве я по-моему категорически пытался этого избежать я не помню там такого таймкод напиши пожалуйста где я там его спалил ну либо я его спалил для внимательных потому что сам не заметил ну все ребят нет новосибирского быдла в париже извиняйте а что это такое это трейлер под именемо моей поездки в париж был давно где я в конце еще пьяный в речку в праге прыгал ой не в праге в ри в риге хрена ты путать ну да удар в челюсть пишут логвинов засветил можете а с логвиновым спутали а ну да слышите я как бы я не в курсе я логвинова не смотрю но я реально категорически пытался не светить я даже блин мучился там этот момент с вертолетом там сэм крутится постоянно и блин так чтоб он в кадр еще не попал это реально было сложно стоит ли посмотреть шрек рифов за тайтон но сам фильм я не видел но трейлер стоит смотреть так ну вот вот это место кстати было сложное на крашинге вот эту дверь сломать нет джип просто приехал патрулировать и как бы такое себе особенно когда ты еще не знаешь где че лежит сколько там надо блин на высочайшем уровне сложности нужно по-моему 4 заряда си 4 чтобы взорвать эту тачку в общем сложно пишут про то что тебя перепутали с логвиновым просто братья-близнецы пишут да вексит подписался 7 месяцев подряд эй красава чувак так держать спасибо надо приветствовать 7 месяцев подряд здесь дэнчик ты говорил про дубляж трейлера the last of us 2 а как же капустник от локализаторов аватара я может не понял вопроса но нельзя же путать типа гоблинский перевод с нормальным переводом потому что капустник от создателей дубляжа аватара это блин ну это стюм дубляж дубляж трейлера the last of us 2 это как бы не предполагалось явно как стюк они на полном серьезе вот так херово озвучили прием дэнчик прием дэлитит линк прием прием чувак рубль сколько еще будем стримить но я думаю минуты три до по часам денис глянь в коменты на сайте блин я смотрел где-то час назад это мне было ощущение одного комментария еще гляну отлично савра 2011 скинул в комментариях на сайте под стримом фотографию кости с бровями коры неплохо да это не столько шмарно как я ожидал пойдет короче дэнчик топ-перевод это от бонавентура не смотрел ух ты ж блин все взорвал ну отлично сейчас тут мы как раз на кат-сценке и закончим сейчас я всех убью если не сдохну денис как бы ты перевел название одиночной кампании для гвинта стронбрейкер я бы перевел как троноломатель макс тебе тот же вопрос ну вот первое что приходит на ум конечно как говорят первое что приходит и первый вариант который пришел но мы обычно сам и поэтому троноломатель не ну там давай это не трона престола они актуальнее сейчас престола заменитель я считаю что вас пить пойдет престола заменители надо называть сериал который помнишь ходил милис не так давно что русская какая-то компания выкупила права на переснятие игры престолов михалкова будет играть да и это какая-то шутка явно но вот это был бы неплохой трона замените престола заменитель где это чё за нафиг где надин гринадин господи какая долгая так но сейчас кат-сценка начнется на ней и завершимся я прошел реально до хрена я за два часа пробежал больше половины ну вот если значит если не собирать все коллекто был сын то игра проходит 64 но если прям все узнайте для dlc до любом случае хорошо я я бы знаешь по конец стрима тебе сказал надо подытожить но на самом деле солод уже все подытожил видеообзоре по большому счету который уже доступен на стоп геймеру да так что я еще не вижу смысла ну да я я я бы конечно подытожил первое место потому что занимает потенции или коржа лохи второе место брежнев или кара де ловинь третье место сука я забыл чего на третьем месте болин блин же так на брови брежнева нет нет это это брежнев или кара де ловинь а может твой вариант был этого кара карамышева нет нет черт я забыл да помните напомните мне третий вариант чтобы уж подытожить так подытожить просто кара машева брови а да 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 лила дала вини или на там вот это вот это три призовых места если получить разыгрывали ребят его я вам обязательно чуть подарил но к сожалению ничего не разыгрывали да к сожалению ничего мы кстати разыгрывали в пятницу в прошлое пиньяты и я не в курсе разослали ли мы их но я уточню все это дело а вы были на стоп гейм анчарт от утраченное наследие хорошее dlc но чуть-чуть не то чего хотелось бы видеть от naughty dog но если у вас есть плойка то это маст хэв по любому просто вот оно оно я изначально хотел на самом деле на афишу написать изумительный проходняк и вот мне кажется что оно именно такое потому что это крутое приключение но не крутое приключение как бы странно это не звучало да всем пока до встречи на караделавинь точка ру увидимся ладно до встречи на стоп геймру а то меня еще уволят нахер но зато у тебя будет клевый сайт пока 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 Продолжение следует...